здравствуйте друзья меня зовут александр постного я очень 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 рада видеть вас на моем канале закорнила цветочник сегодня я сделала видео обзор четырех сортов кодиумов они же кротоны почему решила не распыляться но во первых не люблю говорить одно и то же во вторых если есть возможность показать несколько сортов вместе я всегда ей пользуюсь заодно мы можем сравнение посмотреть как отличаться сильно может одно растение от другого про кодиумы ролики уже есть и про различные сорта и про общий уход поэтому давайте сегодня просто у нас такой будет пост знакомства видео знакомства я вам покажу их аня нам покажет поближе поснимает пока я буду рассказывать и вы вот пока вот они вчетвером стоят кстати как можно шикарно вот одним растением вот у меня часто спрашивают что можно вместе посадить в рамках одного растения можно создать шикарные композиции в разных горшках в одном горшке и это будет всегда красиво и вы никогда не ошибетесь с уходом потому что растение у нас одно сорта разные и соответственно условия ухода и требования у них к освещенности к поливу одинаковые но достаточно красиво можно скомпоновать с учетом от разных фактур листьев первый красавец у нас называется вот я уже забыла он называется у нас golden star до golden star по моему до золотая звезда это сани стар это солнечная звезда вот смотрите вот у нас две звезды одна золотая другая солнечная листья переливаются и блестят практически как у дровьеры которых я так расхваливала что ее скупили в чине 15 минут но кстати на самом деле вот эти вкрапления желтого они как будто действительно светятся изнутри и уж не знаю почему и назвали золотой звездой но то что это звездный представитель кротонов это сто процентов и здесь у нас сидит три куста тоже у меня спрашиваете иногда какое количество террас два три растения то есть 14 13 пол диаметра горшка посадил нам три кустика именно для пышности потому что один он тоже пышно ты так сейчас руками чуть отодвину то есть один экземпляр он тоже достаточно пышно смотрится но когда их три это все-таки выглядит немножко повеселее сани стар вроде бы тоже звезда вроде бы тоже кодиум но тем не менее какое колоссальное отличие лист более широкий другой формы то есть если у этого видеть такие узенькие длинные листики и новые листики вообще как таракане усики торчат то но этого более широкий лист не такая сильная не так контрастно выделены желтые пигменты на темно-зеленом фоне здесь больше размазана идет такая смесь желто-зеленого как художник на холсте смешивает краски вот здесь нам природа смешала желто-зеленые оттенки правда видеть он периодически вот у нее есть листики которые с такими крупными желтыми пятнами а здесь вообще очень интересно эти полоса вдоль которой идет несколько крупных желтых точек одна такая малюсенькая с краешку ну то есть вот разные по окрасу он тем не менее каждый из них достаточно интересен и привлекательный вот этот сорт называется red banana кодиум и обязательно привезу еще ела у банана есть они похожи практически всем кроме цвета итак сорт red banana есть еще ела банана обязательно посниму отдельно про него ролик в этот раз он к нам к сожалению не пришел чем он отличается почему red banana я так понимаю что аналогия с плодами банана то есть такие вот продолговатый вот но у меня честно говоря идет аналогия с сушеными бананами или свяльными которые продаются такими упаковочками чем он интересен посмотрите у него вот здесь идет центральная прожилка вот такого красно-оранжевого цвета это один из по моему единственный сорт вот red banana yellow banana которые вот этим отличаются вот эта прожилка центральная она в конце листа как бы выходит из листа это уникальная абсолютно штука я такого больше не припомню никакого растения если мы посмотрим то вот она у всех у всех листиков вот этот центральная вот она шла шла да по листу она была к нему приклеены в какой-то момент она взлетает и потом в дальнейшем когда растение становится постарше у него вот из этой центральной ниточки развиваются такие как бы шмачки колокольчики небольшие похожие чем-то на непентес и вот такая особенность именно этого сорта кодиума очень он интересен именно вот этими своими воздушными прожилками но и кодиум excellent это представитель у нас крупнолистного семейства вернет культуры не семейства под семьи скажем так радонов хотя вот это все пришло к нам как кодиум мелколистный микс то есть так садовник считает что excel недостаточно крупно вышел листьями в отличие от петры в отличие от кто там у нас вилма который относится крупнолистным сортам ну вот я бы сказал что по сравнению с этим все-таки лист у него крупный тоже обратите внимание насколько отличается расцветка то есть зеленый желтый розовый красный бордовый такие вот интересные расцветки есть такие дизайнерские ботинки которые будут краска как будто на них кисточку смахнули вот это вот та самая ситуация когда художник просто проходя мимо отряхнул кисточку и получились у нас такие вот интересные какие-то брызги разноцветные в принципе кротон достаточно неприхотливое растение но есть одно но это паутинный клещ так что в принципе сейчас уже ведя полтора года канал я могу сказать что друзья если вы не хотите судорожно осматривать каждый раз здорово ли у вас растение хотите спать спокойно по ночам и не переживать берите на вооружение зеленое мыло и раз в неделю когда поливаете цветы просто опрыскивайте для профилактики можете чередовать с раствором шампунь от клещей блох я вы будете точно знать что вы сделали все возможное для того чтобы они не завелись но напоминаю что растение когда у нас здоровые за ними правильный уход и нужное освещение то проблемы вредителей просто не возникает если у вас завелись вредители это значит что что-то в растению не додаете может быть вы его давно не пересаживали не достаточно регулярно поливаете то засушиваете тут выливаете либо ему жарко либо ему холодно то есть каким-то образом вы подпортили ему иммунитет и поэтому на нем начали проявляться вредители до тех пор пока растение здорово ни одна зараза к нему не пристает поэтому любите братьев наших на зеленых уделяйте достаточно внимания и пусть они у вас будут здоровы ну и вам тоже не болеть спасибо что досмотрели это видео до конца и до новых встреч